Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжая описание различных сортов томатов, вот перед этим я рассказывала о неприхотливых, таких простеньких, которые можно вырастить в открытом грунте без теплицы. Сейчас я хочу рассказать совсем о других томатах, которые ну вот вообще не такие. Для этого видео сподвигло меня на это видео вопрос. Сейчас я вам прочитаю. Вот Наталья Поздеева спросила, что медовый салют и загадка природы, это один и тот же сорт или разные? Если разные, то какой из них лучше? Смотрите, это продолжается на протяжении всего времени, вот как у меня появилась загадка природы, медовый салют. Многие почему-то уверены, что это один и тот же сорт. Потому что, ну я сразу скажу, что это не один и тот же сорт, они даже вот совершенно разные. Только глядя на их плоды, на томаты, можно подумать, что это один и тот же сорт. Но кто выращивал их и видел кусты, и знает характеристики этих томатов, они никогда их не перепутают. Ну, во-первых, я всем говорю, вот одна женщина прям категорично заявила, это один и тот же сорт, просто эта фирма взяла там у какой-то фирмы этот томат, вырастила эти семена, назвала по-другому. Но этого априори не может быть, потому что у них разная форма листа. Медовый салют, он с картофельным листом. А загадка природы, обычный томатный традиционный лист. Как это может быть один и тот же сорт, если два разных типа листьев? И вот когда вы рассаду, если бы посеяли и посмотрели, даже когда только всходят, вот семидоли, когда расклюнулись, раз начинается листь, сразу видно, этот лезет каким-то сердечком, а этот такой резной. Но это вообще, это бред, это не один и тот же сорт, нет. Потом, если бы вы выращивали хотя бы один раз их, то вы бы узнали, что это совершенно разные сорта. Ну, во-первых, они, конечно, очень похожи по тем характеристикам, что оба индетерминатные, то есть они оба высокорослые. Оба потребуют от вас полного спектра вот этого ухода, то есть и подвязка, и посынкование, и вот формирование, там удаление лишних стволов, и там прищипка верхушки, все это нужно. Это похожи они, да. Они похожи тем, что они оба томата биколор, то есть двухцветные. Сначала они зеленые, потом они начинают желтеть, как бы немножко-немножко, как в молочной зрелости начинают желтеть, потом по этой желтизне появляются вот такие какие-то оранжевые, розовые пятна, потом они делаются по-разному. У кого-то делается малиновая верхушка, у кого-то малиновой верхушки нет, а разрежешь внутри, все равно там полосы, кто-то более красный какой-то плод. Это что медовый салют, что загадка природы, говорю об обоих. И на разрезе, когда мы открываем вот эти вот оба сорта, они вот такими, как зебровая раскраска, желто-малиновая, там оранжево-красная, ну все это вот так перемешано, плоды, да, похожи. Но опять же, даже по размеру плодов они разные. Если медовый салют указан 450 грамм, то загадка природы указан вес тоже такой же, 300-500. Но на самом деле, по отзывам огородников, у многих очень крупные получаются загадки природы, и 700, и 800 грамм. У меня в прошлом году были такие, что упали все колия, сломались с хрустом, не выдержали веса вот этих плодов. По урожайности, это два совершенно разных сорта. Урожайность загадки природы, я вот про нее отдельное видео после этого сниму, еще выше, чем у медового салюта. У медового салюта всегда пишется урожайность средняя, среднеурожайный. А у загадки природы указывается 17 килограммов с метра квадратного. Это очень хорошая, очень высокая урожайность. И еще, по срокам созревания они тоже разные. Медовый салют у нас относится к позднеспелым. 150 дней. 150 дней это 4 месяца нужно ждать от схода, вот до первого, начала первого созревания. А загадка природы у нас более ранняя. Она где-то указана средне-ранняя, где-то указана средне-спелая, вот так по-разному. Но 110 дней. То есть у них 30 дней, целый месяц разница в созревании. Если загадку природы вы можете в конце июля уже увидеть зрелую, то раньше августа медовый салют обычно не созревает. Но сейчас вот это видео я про медовый салют, если подробно говорить об этом сорте. Конечно, он принадлежит к бикалорам, а бикалоры это наивкуснейшие томаты. Я вот часто читаю отзывы огородников, все говорят, кто хоть раз попробовал выращивать и кушать бикалор, он никогда не забудет этот вкус. Необычный. Вот про медовый салют тоже говорят. Медово-арбузный такой привкус, такой вкус, несвойственный нашим томатам, вот который у нас традиционно красный. Конечно, он поражает своей красотой. Во-первых, это вот высокое такое огромное растение, которое вырастает выше тебя. Вот эти картофельные листья необычные. Я люблю томаты с картофельными листьями. Не знаю почему, но это на подсознательном уровне. Ничем они не выделяются, небольшой урожайности, ничем. Я их просто люблю, потому что они есть. Все, вот томаты с картофельными листьями я люблю. Я никогда не откину его в сторону, пусть он даже поменьше до сплодов, я снова его буду высаживать и выращивать. Вот эти картофельные листья. Потом, когда начинают созревать эти, как желто-красные там, оранжево-малиновые плоды, ну это сказка. Да, это очень красиво и еще это очень вкусно. Есть и недостатки. К недостаткам этого томата, как и я могу отнести, я это не люблю, но так и многие другие. Ну, конечно, это повышенный уход. То, что он эндотерминатный, за ним надо следить, его надо посынковать, его надо подвязывать. Вот эти плода они крупные. Если чуть как проворонишь, как говорится, не подвяжешь, он нальется, и он так закидывается, и может обломаться даже кисть под тяжестью вот эту вот. Она утянет весь ствол. Надо очень строго следить за ним. Конечно, я считаю недостатком, это позднеспелость. Я люблю все быстро, мне надо все пораньше, все побыстрее. Он немного тугадум, и он дольше созревает, например, чем загадка природы, или чем другие остальные. Потом, что еще? Но все. Ну вот эти, короче, те недостатки, которые я считаю недостатками, для кого-то может быть не недостатки, а просто характеристики томата. Потому что есть люди, которые выращивают только эндотерминатные. И для них вот то, что он высокий, то, что нужен за ним тщательный уход, для них это не недостаток. Позднеспелость тоже не всегда бывает недостатком томата. Позднеспелые томаты для чего используют? Для того, чтобы было в огороде на участке продолжительное плодоношение. Сначала скороспелки кушают они, потом раннеспелые, потом среднеспелые, потом, когда первые 2-3 класса вот эти закончат вида, подходит пора позднеспелых, они как раз вызревают, в то время эти уже отходят. Это тоже хорошо, с одной стороны. Но мне... Я вот не люблю, когда долго ждать. У меня охота поскорее, конечно. Так, что мы знаем о медовом салюте? Если кто-то хочет попробовать вырастить медовый салют, он должен для себя подумать, подходит он ему или нет. Во-первых, это эндотерминатный. Как сказать? Его не назовешь неприхотливым. Он потребует ухода. Индотерминатный. Это высокий. Он метр восемьдесят будет. Обязательно подвязка. Потом... Что еще? А! Очень высоко начинается первое... Закладывается соцветие, по-моему, над десятом. Это очень долго ждать. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Только когда он сформирует десять листьев, только тогда появится цветок и кисть. Это мне тоже не очень нравится. Я больше ближе к земле люблю. Так, во-первых, вот и высокий, и эндотерминатный. Урожайность у него нигде не говорится, что она очень высокая. Урожайность у него средняя. И я никого обманывать не буду. И такое выражение, как он поразит вас урожайностью, про этот сорт я сказать не могу. Но не всегда бывает, чтобы все плюсы были в одном томате. Но зато он сладкий. Но зато он вкусный. Вот как он прекрасно в нарезке. А еще забыла сказать, что эти томаты, вы почувствуете весь вкус и всю их прелесть только при употреблении в свежем виде. Конечно, их жалко вот в эту консервацию. Они ни для кетчупов, ни для паст, ни для томата заготовок не идут. Это вот как наша элита. Вот такие вот. За ними долго надо ухаживать, чтобы получить спелый вкусный плод. Но они больше уже, наверное, относятся как к экзотике. Они не простые томаты, не те, из которых мы давим все и крутим на хреновину. Вот это такие медовый салют. И перед тем, как высаживать его, вы подумайте, нужен вам такой томат или нет. А может быть, вы его замените более простым. Вот сейчас после этого буду говорить о загадке природы. Сразу скажу, что томат почти такой же, но немного, у него чуть больше плюсов. Какие плюсы в следующем видео. Все, до свидания. Но медовый салют тоже хорош. Я от него никогда не откажусь. Он необычный. Из-за своих листьев, из-за своей окраски. А все томаты, которые необычные, они сразу попадают у меня в тот разряд, которые будут у меня жить очень долго. До свидания.